Чуть-то и подбородчик поднимите, вот такая. С тех пор, как я начал заниматься, постоянно совершенствование, в том числе, начиналось с диагностики, новых методов диагностики, в которых у нас разработаны способы регистрации движений различных, потом способы дифференциальной диагностики и проведения методов лечения различных заболеваний височного челюстного сустава. Владимир Потапов в числе ученых, которые сегодня получают губернскую премию. Ежегодно ее вручают ученым, сделавшим важное открытие. В прошлом году на соискание премии подали 41 заявку от ведущих научных школ региона. Почти половина из них – молодые ученые в возрасте до 39 лет. Вы те люди, которые по-настоящему могут, а значит должны создать новые драйверы развития нашего региона. Я на вас рассчитываю, я на вас надеюсь. И уверен, что на вас рассчитывают и все жители Самарской области. Торжества, посвященные Дню российской науки, продолжились в Театре оперы и балета. В зрительном зале собрались представители научной общественности. С профессиональным праздником участников торжества поздравил глава региона Дмитрий Азаров. По мнению ученых, национальный проект наука открывает большие возможности для инноваций. Сейчас одно из стратегических направлений создания 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В этот ряд может войти и Самарская область. В мае 2019 года в регионе создан консорциум индустриальных партнеров, предприятий, вузов и научных организаций. Эксперты утверждают, что Самарская научная школа – одна из лучших в России. Многие достижения используются повсеместно, и этим надо пользоваться, чтобы выйти на новый уровень. Лариса Шалафаст, Олег Зверев, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.